Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Михаила Ульянова, советского и российского актера, режиссера театра и кино, педагога, общественного деятеля. Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Омской области. Отец был директором небольшой деревообрабатывающей артели, мать домохозяйкой. Ульянов детство и юность провел в городе Таре, которую всю жизнь считал своей родиной. В 1942 году Михаил стал регулярно посещать занятия в театральной студии, а в 1944 году он уехал в Омск продолжать актерскую учебу в студии при Омском драматическом театре. Окончив два курса в Омской студии, будущий народный артист отправился в Москву и в 1946 году поступил в театральное училище имени Щукина. После окончания училища в 1950 году Михаил Ульянов начал играть на сцене театра имени Евгения Вахтангова, на долгие годы связав с ним свою творческую судьбу. Его амплуа определилась сразу и четко — молодой социальный герой, достоверный, современный, сегодняшний. С момента поступления в театра имени Вахтангова Ульянова буквально засыпали приглашениями в кино. В 1953 году Михаил Ульянов сыграл роль вожака комсомольцев Петрограда Алексея Колыванова в картине «Они были первыми». В это время выходят фильмы с его участием добровольцы, Екатерина Воронина. Все эти картины принесли актеру начальный опыт, знания и навыки актерского труда на съемочной площадке. Однако своей первой успешной ролью сам Ульянов считал роль инженера в производственной драме «Битвы в пути». Михаил Ульянов снялся в драме «Тишина», сыграв подлого доносчика Петра Быкова, эта роль стала одним из немногих отрицательных образов в карьере актера. 1960-е годы — это время рождения замечательных, могучих характеров, созданных Ульяновым в кино. Его знаменитый Трубников в фильме «Председатель» стал советской классикой «Мятежник» Мити Карамазов в картине «Братья Карамазовы». Одной из самых известных ролей Ульянова в кино является роскошнейшая фантасмагорическая роль генерала в картине «Бег», снятой по пьесе Михаила Булгакова. Диапазон киноролей актера был невероятно широк и варьировался от жестких руководителей, сильных и волевых людей до трусливых стукачей и списавшихся драматургов. Образ военачальника Георгия Жукова, выполощенный им в «Освобождении» и других военных фильмах, был признан критиками и зрителями самым запоминающимся в кинокарьере актера, эти и многие другие работы вписаны в «Золотой фонд отечественного киноискусства». В конце 1970-х актер плодотворно снимался и играл в театре. Только в 1977 году состоялись премьеры трех лент с участием Михаила Александровича, «Личное счастье», «Обратная связь» и «Позови меня вдаль светлую». В последующие два года Ульянов в очередной раз исполнил роль маршала Жукова в картинах «Победа», «Битва за Москву» и «Контрудар». Михаил Ульянов снялся в эксцентричной комедии «Дом под звездным небом», в экранизации «Мастер» и «Маргарита». Картина по различным причинам вышла на экраны только после смерти актера, однако и критики, и зрители выделяли его игру. В фильме «Все будет хорошо». Ульянов исполнил редкую для себя комедийную роль одинокого дедушки. Среди других известных ролей Ульянова были драматург Ким Есенин «Тема», Сергей Абрикосов «Частная жизнь», Иван Афонин «Ворошиловский стрелок», отец «Антикиллер». В 1998 году Ульянов работал на съемках трагикомедии «Сочинения ко Дню Победы», где его партнерами стали Вячеслав Тихонов и старый друг Олег Ефремов. Последней работой Ульянова в кинематографе стала роль директора вертолетного завода Ивана Сенчукова в телесериале «Охота на изюбре». Результатом многолетней актерской карьеры стали несколько десятков ролей на сцене и в кино. Это был актер, которому подвластны любые краски, от высокой патетики до гротеска, от народной драмы до цирковой эксцентриады. Ульянов познакомился со звездой нашумевшего в свое время фильма «Небесный тихоход Алый Парфаньяк». Актер долго ухаживал за ней, отбил ее у легенды советского экрана Николая Крючкова, и в 1959 году они расписались в одном из ЗАГСов столицы. В декабре того же года у супругов родилась дочь Елена. Михаил Александрович Ульянов ушел из жизни вечером 26 марта 2007 года в одной из больниц Москвы. Михаил Ульянов — народный артист СССР, ему присуждена Ленинская премия за исполнение роли Егора Ивановича Трубникова в художественном фильме «Председатель, государственная премия СССР» за исполнение роли Сергея Никитича Абрикосова в фильме «Частная жизнь», Орден за заслуги перед Отечеством Третьей степени за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, Венецианский кинофестиваль, специальный приз жюри за исполнение главной роли в фильме «Частная жизнь», театральная премия «Хрустальная Турандот» за долголетнее и доблестное служение театру, премия «Золотой овен» за лучшую мужскую роль, фильм «Ворошиловский стрелок». Имя актера носит арктический танкер и Омский государственный северный драматический театр в городе Тара, рядом с которым в 2012 году ему был установлен памятник.